Зелёная передача Прямо сейчас побываем в клубе садоводов «Урожайный», который работает при библиотеке имени Пушкина. Уютные посиделки за кружечкой чая, беседы по интересам. Участники клуба «Урожайный» собираются, чтобы обсудить ошибки и успехи, а также планы на следующий сезон. Это как любители, между собой поговорить, побеседовать, поделиться опытом, мастер-классы показать, что там они. Вырастили, какие урожаи, какой богатый, что не получилось у них в этом году. Например, морковка не так получилась, или свекла, что-то не выросло, или яблоня, всё упало. Галина Турова в клубе уже не новичок. Сегодня она рассказывает про ягодные культуры, распространённые на Южном Урале. А для тематической выставки Галина принесла свой урожай. Я в этом клубе состою уже второй год. Встречаемся мы ежемесячно, с осени до весны. Собираемся здесь, чтобы задать вопросы, которые нас волнуют, поделиться своим опытом, показать свои достижения. Ну и женское общение за чайным столом, оно лишним не бывает. Встречи клуба проводятся в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Здесь урожайному оказывают методическую поддержку. Так как основная направленность этого клуба досугово-информационная, то библиотека обеспечивает информацию, то есть выписывает более 10 названий периодических изданий. Приусадебное хозяйство, цветок, сад и дом, цветоводство. Для любителей или для начинающих. В этом году клуб отмечал свое пятилетие. В честь праздника проходил конкурс на самый диковинный овощ или фрукт, выращенный на садовом участке. Свои достижения демонстрировали не только садоводы клуба, но и все желающие. Например, принесли большого размера свеклу, победительница конкурса была, близнецы, морковочки или гроздь виноградная около килограмма дотягивала веса. Конечно же, они были поощрены, награждены книгами, буклетами о библиотеке. Сейчас на встречи клуба собирается до 30 человек, но урожайный будет рад и новым участникам. Желательно бы, конечно, пригласить, мы хотели бы еще опытного агронома или кого-то еще лучше, чем мы. Аюнова – это современные биоактивные добавки, произведенные в Европе на основе старинных рецептур. Препараты для баланса и здоровья теперь в Челябинске. Фитовитамины Аюнова – природные источники жизни. Сеть аптек «Классика», ТРК «Куба», Первый этаж. Кокосовый субстрат трудно назвать новинкой для садоводов Челябинска. Но все-таки у многих остается немало вопросов. Симпатичные кокосовые кирпичики продаются в садовых центрах, на рынках и в магазинах. А вот насколько они полезны для приготовления грунта? Чем могут помочь садоводу в рассадный период? На эти вопросы просим ответить нашего консультанта Эвелину Очередную. Кокосовая пальма Кокосовая пальма несколько тысяч лет используется жителями азиатских стран. Эти растения дают пищу, напитки, топливо, строительный материал. Но лишь в конце 20 века люди научились использовать волокнистый мизокарп – внутреннюю часть кожуры кокосовых орехов. С помощью особой переработки кокосовое волокно спрессовывают в аккуратные кирпичики. Нам, садоводам, этот материал теперь известен под названием кокосовый субстрат. Данный компонент в последние годы садоводы все чаще используют для подготовки грунта при посеве семян и выращивании рассады. И вот почему. Он достаточно стерилен, что немаловажно при выращивании рассады именно. Он хорошо набирает в себя влагу, но при этом не становится клёклым, а остается воздухопроницаемым. И для корней воздуха достаточно прилично. Но наш консультант предупреждает, для выращивания рассады кокосовый субстрат в чистом виде едва ли подойдет. Понятно, что в нем нет никаких питательных веществ. То есть это просто голая основа для вашего субстрата. То есть подкормки и прочие все агротехнические приемы, они обычные, как для обычного субстрата. То есть не стоит ждать, что прямо на этом кокосовом субстрате вырастет вам чудо-дерево. Кислотно-щелочной баланс кокосового волокна нейтрален и колеблется в пределах 5-7 единиц. Это тот уровень PH, который подходит для большинства растений. Кстати, этот уровень неприятен для вредителей, но комфортен для полезных микроорганизмов, которые вы можете внести с помощью биопрепаратов. Еще одна особенность кокосового субстрата – он способен впитать огромное количество воды в 8-10 раз больше собственного объема. Мы провели эксперимент. Дали впитать воду кокосовой и торфяной таблеткам. Прекрасно видно, насколько быстро напитывается влагой таблетка из кокосового волокна. Часто при пересыхании, например, торфяного субстрата, очень долго он не размокает, и приходится прям замачивать это растение, допустим, для того, чтобы напитаться влагой. И вот мы здесь сейчас сделали эксперимент, чтобы было понятно, насколько разница между торфяной и кокосовой таблеткой, как быстро напитываются влаги. Вы можете посмотреть, что кокосовая таблетка прямо буквально на глазах разбухает, то есть это происходит процесс набухания и впитывания влаги просто очень быстро. Как правило, в продаже встречаются кокосовые таблетки и брикеты различного размера. Но наш консультант предупреждает, вы сами видели, насколько быстро кокосовый субстрат напитывается влагой. При замачивании приготовьте емкость побольше. Допустим, если большой брикет на 70 литров, то вы должны положить его, по крайней мере, хотя бы в 100-литровую кастрюлю, чтобы что-то такое большое, потому что 70 литров – это реально 7 ведер. Гигроскопичность, стерильность и воздухопроницаемость – отличные свойства для выращивания удачной рассады. Подводя итог, как мы можем использовать кокосовое волокно и продукты из него в садоводстве? Таблетки для посева и проращивания семян. Субстрат в сухом виде добавляем в почву в качестве разрыхлителя. Окоренение черенков в кокосовом субстрате проходит быстрее, не приводя к загниванию черенков. А вообще, зная, насколько смекалист наш брат-садовод, мы уверены, что скоро мы узнаем и о других способах использования кокосовых брикетов. Тюльпаны нередко можно увидеть в садах или в букетах в цветочных магазинах. Но оказывается, некоторые виды этого растения занесены в Красную книгу России. Большинство тюльпанов пришло к нам из Средней Азии. Дикорастущие цветы можно найти в Белоруссии, Казахстане, Турции, России, Иране и Индии. Всего насчитывается около 110 видов тюльпанов. Садовый центр «Цветущая усадьба» поздравляет с Новым годом и Рождеством. Спешите к нам за семенами. У нас богатая коллекция семян ведущих отечественных и иностранных производителей. «Цветущая усадьба» Центральная 3Б. Лучше увидеть своими глазами выставочная площадка компании «Фермер» на Троицком тракте. Всего 29 километров от Челябинска, и вы сможете оценить все возможности компании. Каркасные дома, мобильные и стационарные бани, беседки, малые формы. Сделать заказ можно здесь же. Сроки изготовления от 10 дней. Записывайте адрес выставочной площадки. Троицкий тракт, 29 километр от Челябинска. Телефон для справок 215-45-84. 215-45-84. Перед началом посевной кампании имеет смысл отдельно поговорить о сапропеле. Этот природный материал знаком земледельцам уже не одну сотню лет, а созревает сапропель и вовсе тысячелетиями. Использовать такой уникальный продукт в садоводстве возможно, начиная с рассадного периода. Настоящим подарком матушке природы считают садоводы сапропель. И не только садоводы. Им вторят фермеры, агрономы, ученые. Сапропель – это многовековые донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, а также частиц почвенного перегноя. Сапропель содержит большое количество органических веществ. Эти отложения используют и в медицинских целях. Он также идет в качестве добавки к кормам животных. Но нам, садоводам, безусловно, интересен сапропель как удобрение. Эмелия Казимировна Ахметова в своей садовой практике использовала сапропель в каждой операции. Сначала как добавку в субстрат при посеве семян на рассаду. Затем при подготовке земли в теплице и на грядках. Канаву выкопаю, цемзалы насыплю, сапропели насыплю и картошки насажу. И заровняю, поливаю картошку. Прошел год тоже снимали, такая крупная. Так я нынче почаще посадила. Говорю, куда такая крупная, пусть побелче растет. Вот то бывает перано-спороса лука. Мой лук ничем не болеет. Капуста тоже здоровая, хорошая. Рассада хорошая. Рассаду тоже сажу, также сапропели мешаю один к трем. Растения в саду Эмелии Казимировны действительно всегда поражали гостей урожайностью и здоровым видом. Никакая болезнь их не брала. Сорняки, что примечательно, также не душили. Схема использования органического удобрения по методу садовода Ахметовой простая. Весной при высадке рассады в грунт используем сапропель в сухом виде. Летом три раза в месяц жидкие подкормки. Но для подкормок вполне возможен и другой вариант использования органического удобрения. А сейчас я вам расскажу, как можно подкармливать сапропелем после приживаемости рассады. Мы берем рыхлитель, делаем канавочку неглубокую, вот такую, посыпаем сапропелью, вот так вот делаем. Потом мы заравниваем ее, вот. И можно поливать. Чтобы можно не делать канавку, можно рассыпать сапропель вот так вот. Прямо поверху земли рассыпать, вот. А потом вот так вот подрихлить. Смешать с почвой. У нас еще достаточно времени, чтобы подготовиться к наступающему садовому сезону. Многие заранее составляют списки, в которых указывают, что обязательно должно быть в саду под рукой, чтобы сезон прошел на ура. По совету нашего консультанта, вынесите в этот список сапропель или удобрение на его основе. Это натуральное органическое удобрение, а это очень важно для современных садоводов. А еще актуально, что использовать сапропель, по примеру нашего консультанта, вы можете абсолютно на любых культурах и при любых садовых операциях. А это уже экономический аспект. Зачем платить за несколько видов удобрений, если достаточно одного? Ландыш майский – единственный представитель рода ландыш. В дикой природе цветок растет на Кавказе, Китае, в Малой Азии, Северной Америке и в России, на Дальнем Востоке, в Сибири и на всей европейской части. К сожалению, цветок оказался под угрозой исчезновения из-за неправильного сбора. Многие вырывают ландыш вместе с корнем. Продукция «Сапро Органикс Групп», «Сапрогрунт», «Сапроверм», «Сапросубстрат» и «Сапропаста» для плодородия почвы, здоровья растений, высоких урожаев. Действует акция. При покупке пяти мешков сапропеля, шестой – дарим. Ищите на упаковках фирменный логотип «Сапро Органикс». Опасайтесь подделок. Суперогородник идут за хорошим урожаем. Семена овощей, цветов, газонных трав, саженцы и рассада. В ассортименте интересные новинки мировой селекции и еще много полезных мелочей. Суперогородник – правильный магазин для настоящих садоводов. Воровского 60, Солнечное 40. Несколько лет назад я очень любила выращивать томаты черри. Они были относительной новинкой и мне нравилось удивлять гостей моего сада сладкими маленькими помидорчиками. Сейчас мои помидорные пристрастия изменились. Мне нравятся томаты крупноплодные и мясистые. А что касается цвета – малиновые либо алые. Но не исключено, что скоро я присоединюсь к армии поклонников томатов – желтых, оранжевых, белых или даже черных. Начнем изучать необычные сорта заранее. Желтые или оранжевые диковинкой назвать сложно. По полезным свойствам они ничуть не уступают красным или малиновым. Но хороши тем, что их рекомендуют аллергикам, а также нередко угощают ими детей. Опять же по причине гипоаллергенности. А еще из-за замечательного вкуса. Желтые или оранжевые сорта томатов отличаются повышенным содержанием сахаров. Отсюда их медовый вкус. Вечно худеющих может привлечь тот факт, что при своей мясистости желтоплодные томаты менее калорийны. А еще этот вид помидоров ценится за высокое содержание витамина В, который отвечает за внешний вид человека и его нервную систему. Зеленые помидоры – это не те, которые недозрели, а особые сорта. Они удивляют многих садоводов тем, что при созревании не приобретают красный или розовый оттенок, а становятся изумрудными. При этом по вкусу зеленоплодные помидоры очень сладкие и сочные. Хотите удивить соседей и гостей участка? Посадите такие сорта. Кстати, все витамины и полезные элементы в зелененьких помидорках присутствуют в полном объеме. Ну и модная новинка – помидоры темноокрашенные. Иногда их еще называют черными. Многие селекционные компании трудятся над разработкой различных сортов, в наименовании которых встречаются слова «шоколадный», «черный» или «коричневый». Но есть гибриды практически черные или черно-красные. Модными эти томаты стали из-за их полезных свойств. Все-таки многие наши товарищи много времени уделяют правильному питанию. Давно доказано, что любые темные ягоды являются отличными антиоксидантами и содержат ликопин. Особенность ликопина в том, что он увеличивает свои полезные свойства в готовом виде, а не в сырых плодах. Мощное природное средство обладает противораковым действием, предотвращая мутации ДНК и рост раковых клеток. Любка двулистная известна также как ночная фиалка – многолетнее травянистое растение с мелкими белыми цветами. Ранее цветок был широко распространен в европейской части России, а также в южных районах Сибири. В настоящий момент является охраняемым видом. В некоторых областях занесен в Красную книгу растений. Магазин «Семена Уральский дачник». Предлагаем садоводам серию сортов и гибридов, созданных специально для зоны рискованного земледелия. Уникальные сорта, устойчивы к неблагоприятным условиям и болезням, удивляют богатыми урожаями. Спрашивайте семена и другие товары для садоводов в магазине «Семена Уральский дачник» на Степана Разина 2. Напротив – ЖД вокзала. Если кажется, что до посадки красавиц роз еще очень далеко, то героини нашего следующего сюжета могут с вами не согласиться. Потому что эти цветоводы привыкли зимой выписывать саженцы роз по каталогам из именитых питомников. Еще несколько лет назад такие экспериментаторы казались коллегам рисковыми людьми. Сегодня же несколько женщин готовы рассказать, чем привлекают их розы из-за границы. Наших героинь мы застали за приятным и актуальным занятием. Они выбирали розы по каталогам иностранных питомников. Сорта английской, французской или немецкой селекции доступны нашим садоводам уже несколько лет. Но до сих пор остаются товарищи, кто высказывает сомнения, а вынесут ли европейские растения наши суровые зимы, а придет ли именно тот сорт, который заказывали, да и какого качества будет такой саженец. Работа с каталогами очень удобна, потому что это, во-первых, возможность спокойной обстановки, без суеты, подобрать то, что вам необходимо. Это приход продукта вовремя, весной. Это не рынок там в июне месяце. Это в то время, когда нужно высаживать розы. Самое главное – это соответствие заявленным характеристикам. То есть, если у вас есть картинка и описание розы, по факту оно так и получается. Галина Устинова вспоминает свой первый саженец из европейского питомника, который превзошел все ожидания. Зеленые такие стволы были, почки такие были, как здоровые. Не было никаких грибковых заболеваний. И корневая система там мощная была. У каждого цветовода свои предпочтения. Кто-то выбирает английские розы за их аромат и романтическую форму цветка. Кому-то по душе французские, с их крупными цветками, немалая армия поклонников и у немецких роз. Нравится именно немецкая селекция. Почему? Потому что немцы славятся своей педантичностью, аккуратностью. И от роз они требуют того же, чтобы это была аккуратная, красивая роза. Ну и, естественно, чистолюбие немецкое. Эта роза должна быть шикарная. Такие они есть. Если вы новичок, то, выбирая розы по каталогу, всегда прислушивайтесь к советам опытных консультантов. Они расскажут, что, допустим, розы из немецких питомников Тантау или Кордес подходят именно начинающим садоводам. А визитной карточкой английских красавиц от Дэвида Остина является их аромат и старинная форма цветка. Многолетние европейские розы – это неприхотливые морозостойкие кустарники, благодаря морозостойкому подвою, который не дает поросли. Двухлетние саженцы всегда имеют мощную корневую систему, хорошо развитые побеги, которых не менее двух-трех с сильными почками. И при правильной посадке и агротехнике эти розы быстро идут в роз, и уже в первый год вас порадуют пышным, обильным цветением практически до самых холодов. Розы бельгийского питомника Лен смогут заинтересовать как цветоводов-любителей, так и профессиональных ландшафтных дизайнеров. Причина – большой выбор сортов парковой розы. Каждый куст такой бельгийки может одарить вас во время цветения обилием бутонов от 40 до 70 на куст. Продолжим наше увлекательное путешествие по мировым питомникам и обратим внимание на знаменитый французский питомник Миян. Если вы желаете иметь огромный, хороший, длительно цветущий розарий, который не требует сложного ухода, обратите внимание на серию роз Миян Декор. Такие розы выдерживают замечательно наши 40-градусные морозы, естественно, при укрытии, но в то же время они нагородят щедрым обильным цветением по всей длине побегов. Новичкам, пожалуй, сложно поначалу разобраться в особенностях тех или иных питомников. Да и пугает, что роза может потребовать слишком много внимания и заботы. Начинающим цветоводам наш консультант рекомендует обратить внимание на коллекции сортов английского питомника Харкнесс. Это надежные розы-трудяги. За что мы их любим? Ну, во-первых, за великолепный бокал, за интенсивную окраску цветка, а также за роскошные юбки-валаны и, естественно, великолепный аромат. Также начинающим розоводам мы можем порекомендовать розы канадского питомника. Эти розы невероятно нетребовательные, но в то же время очень щедро цветущие. Датские, французские, голландские или канадские – розы из мировых питомников без труда смогут покорить сердца увлеченных цветоводов. Новинка сезона 2017 – итальянки. Розы питомника Барни. Обратите, пожалуйста, внимание в этом питомнике на великолепную, сейчас очень модную серию пятилепестковых роз. Называется она «Розы бабочки». Пожалуй, стоит присмотреться к европейским розам, провести испытания на своем участке и сделать собственные выводы. Дороги, которые мы выбираем. И музыка, которая выбирает нас. Дорожное радио. Вместе в пути. Открыт прием заказов на саженцы роз и других декоративных растений из иностранных питомников. Растения от компаний с мировым именем. Надежные, устойчивые, невероятно красивые и модные. Ждем вас в садовых центрах «Плодородие» Новоровского, 49, Комсомольском проспекте, 47 и в новом магазине «Накирово-1Б». Остановка «Теплотехнический институт». Под Новый год хочется чего-то волшебного и, казалось бы, даже невозможного. Например, двухэтажный дом на участке всего за каких-то пару часов. Достаточно просто загадать желание. Каждый уверен, загородный участок без дома до хорошей бани невозможно назвать настоящей дачей. В особенности остро этот вопрос стоит у тех, кто приобрел землю недавно или задумал возводить новые постройки взамен старым покосившимся. Многие садоводы имеют небольшие участки, по 4-5 соток. И эти участки, они иногда не позволяют иметь, допустим, комфортный дом, комфортную баньку или, допустим, какое-то подсобное помещение. Поэтому сетуют, что хотелось бы уместить и то, и другое, и третье. Решить эту проблему позволяют мобильные конструкции. Их собирают на производстве и привозят к вам уже в готовом виде. Вот такой выставочный образец был изготовлен всего за две недели на деревообрабатывающем предприятии, а смонтирован на ровном и качественном основании просто стремительно – за два часа. На втором этаже представлен модуль 2.40 на 4, в котором можно комфортно выспаться, провести время, летом отдохнуть и провести выходные свои дни. Внизу представлена банька с предбанником, с хозблоком и терраской. Сложный модуль комплектуется сразу всем необходимым – печью каменкой, стеклопакетами, светильниками, электрической разводкой и прочими необходимыми мелочами, вплоть до крючков для одежды. Такая конструкция обойдется в 3-4 раза дешевле строительства стационарного домика и бани. Для установки требуется всего лишь ровное устойчивое основание. Вам не придется задумываться о каких-то функциональных дополнениях. За вас это сделали проектировщики. В юго-западной части Приморского края можно найти необычное растение – киркозон маньчжурский. Лиана из лесов Кореи и Китая. Она использует деревья в качестве опоры и является единственным питанием исчезающей бабочки алкиноя. На грани вымирания растение находится из-за неконтролируемой вырубки лиан. Баньки под ключ. Парьтесь через полчаса после установки. Экологичны и безопасны. А еще бытовки и вахтовки, в которых тепло даже зимой. Собственное производство, разумные цены. Телефон 223-15-88. Эта зима показала свой суровый характер. Когда на улице минус 30 с хвостиком, выходить туда совсем не хочется. А хочется сидеть дома в тепле. Если, конечно, дома у вас тепло. На этапе проектирования собственного дома или во время ремонта в нем неизменно возникает вопрос. Как обогреть драгоценные квадратные метры? Особенно, когда цены на топливо растут, газа в округе не предвидится в ближайшей перспективе и зима близко. Российские инженеры разработали уникальную систему отопления – электрические тепловые конвекторы. От аналогичных приборов отопления система отличается низким электропотреблением при высокой теплоотдаче. Принцип работы – конвективный теплообмен. Влаги система не боится, кислород не сжигает. Система полностью безопасна и можно оставлять без присмотра круглогодично. Конвекторы монтируются на стену при помощи небольших кронштейнов. Для уменьшения теплопотерь между стеной и отопительным прибором следует наклеить лист фольгированного изолона. Конвекторы по мощностям есть 4 варианта – 250 Вт, 320 Вт, 450 Вт и 720 Вт. К примеру, если возьмем дом на 100 квадратных метров, стоимость оборудования выйдет ориентировочно порядка 50 тысяч рублей. Потребление электроэнергии такой системой будет всего около 1200 кВт в месяц. По сравнению с другими электроприборами, которые используются в качестве основного отопления, будет ощутимая разница по плате за электроэнергию. Все устройства соединяются параллельно при помощи трехжильного провода. Для регулировки температуры служит термостат. Этот прибор поддерживает заданную температуру, периодически отключая нагреватели для экономии энергии. Тепловые конвекторы можно использовать как отдельно, так и совместно с системой центрального отопления. Для монтажа не требуется никаких труб, воды, антифриза, ничего личного. Монтаж достаточно простой, любой человек в силах сам смонтировать данную систему. Нагревательный элемент состоит из многосплавного материала, который удерживает скачок напряжения до 340 Вольт. При низком напряжении система работать будет, но будет выделять меньше тепла. Немаловажен еще и тот факт, что цвет теплового конвектора можно подобрать индивидуально под каждый проект. Электрические энергосберегающие конвекторы заслужили популярность в детских садах, промышленных предприятиях, школах, торговых павильонах и в частном строительстве. С учетом непростой экономической ситуации, владельцы этих приборов отмечают заметную экономию на отоплении. Растения, которые не получали достаточно питательных веществ из грунта, эволюция превратила в настоящих охотников. Самое знаменитое хищное растение – венерина мухоловка – растет на Атлантическом побережье Америки. Насекомых в свою ловушку оно заманивает сладким нектаром. При этом своеобразный капкан захлопывается не сразу, а только когда жертва несколько раз надавит на особые волоски внутри ловушки. Отопление без котлов, труб и воды. Энергосберегающая система конвектора в Коузи. Идеальное решение для отопления домов, дач и коттеджей. Простой монтаж, экономия на платежах, безопасность в использовании. Звоните 216-1199. Технологии тепла.ру На этом мы говорим вам до свидания. Мы увидимся совсем скоро, потому что в новогодние каникулы «Зеленая передача» будет выходить в эфир каждый день, но по особому графику. Следите за анонсами. А с 9 января мы вновь будем встречаться с вами по нашему привычному расписанию. По вторникам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Но это будет уже в новом 2017 году. Поздравляю вас с новым, урожайным, цветущим, зеленым годом. Мы победим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин